Все должно было быть немного иначе. Привет! Сегодня мы ответим на вопрос, который мучает все население Российской Федерации. Всего каждого человека, нет ни одного человека в этой стране, который бы этот вопрос не мучил. Что делать, если не получается найти живой крузак? Что делать в этой абсолютно безвыходной ситуации? И для этого нам придется свергнуть с пьедестала вот этого парня, которого вознесли туда его многочисленные фанатики. Как известно, фанаты ландкрузера делятся на две больших категории. Первая любит машину за то, что ландкрузер не ломается. Вторая любит крузак за то, что его уважают на дороге. Блин, я произнес это вот уважая на дороге вслух. Не знаешь, во рту что-то такое... Ужасно. В общем, второй категории людей мне ответить нечего. Ну, их нужно просто собрать всех вместе, посадить в большую ракету и пульнуть в центр солнца. А вот тем, кто говорит, что крузак не ломается... Ну, ребят, это вранье. Давайте все-таки быть откровенными. Эта машина не едет, эта машина не тормозит, не поворачивает и не разгоняется. Кого может привлечь такая машина? Террористов! Да-да, игиловцы любят Тойоту. Ну, и самое ужасное, если вы купите ландкрузер, то, как бы это сказать помягче, вы станете водителем ландкрузера. Что же делать тем людям, которые не игиловцы и не хотят быть водителем ландкрузера? Существует ли в мире еще хоть один автомобиль, такой же выносливый, и который, ну вот, вообще не ломается? И вот при этом вот терпит все, что крузак, и при этом, самое главное, может все то же самое, что и крузак? Да, такой автомобиль есть! Эта машина вообще не ломается, и да, ее уважают на дороге. И я с радостью расскажу вам про больные места этого автомобиля. Итак, в этой машине может сломаться ни хрена. В ней реально ничего не ломается, по крайней мере, если вы ездите в стоке и более-менее адекватны. Ну, если вы очень сильно напряжетесь, может быть, сможете порвать шрус или привод, или... А ступица на них... Ром, ступицу можно на ней разодрать? Ром, ступицу можно или только привод, шрус, все? Ну, конечно, бывает, случаются менять ступицы. Короче, обычные расходники, ничего такого, все то же самое, что на крузаке. Рулевые карданчики, бывает, у них стучат. И была неприятная болячка вот у этих моторов. До 2013 года у них иногда были проблемы с гидриками, которые, в свою очередь, могли подточить распредвал. Но ремонт вот этой техники практически бесплатный. Содержать эту машину примерно так же, как содержать Ford Focus. Может быть, даже дешевле. То, что на них запчасти в Штатах стоит, я вообще молчу, плакать хочется. Но даже у нас, с учетом всех комиссий и интересов, содержать эту машину вообще не накладно. Но засада в том, что если вы возьмете ее живую, а живую ее найти несложно. Да американские тачки же говно! Да они же жрут просто, как не в себе! Да вот нихрена! Восьмерка 5,7, но половина цилиндров отключается. А самое главное, коробочка-то тут 8 степеней. ZF такой же, как на BMW. Очень круто. Нифига она не жрет, она вообще бензин вырабатывает. Prius больше жрет, чем эта машина. Реально по Москве эта машина кушает, как Camry 3.5. Если сможете на ней сделать больше 18 литров на сотку по городу, приходите, мы снимем вас у нас в ролике. Реально 14-16 литров. Круто, круто. А самое крутое, при том, что машина не менее надежна, чем вот эта, гораздо богаче и просто приятно радует глаз. Самое крутое, что цены на Рэм приятно согревают после неудачных поисков вот этого. Ссылочка на автору с ценами на Рэм в описании. Откройте и сравните ее с ценами на Крузаки. И офигеете. И скажите, что я не прав. Итак, я утверждаю, что вот это во всем лучше, чем вот это. И мы готовы доказать это на деле. Для этого мы будем прорываться на крутейший стратегический военный объект. В прямом смысле зарытый в землю посреди леса. Для этого нам придется прорубаться где-то около 700 метров просто по нехоженным тропам. И учитывая, что на дворе зима в самом разгаре, никто не знает, чем это кончится. И поскольку я заранее уверен в том, что вот это вот сольется почти сразу, вот прям на начале дистанции, то, чтобы зря в лес не ездить, мы взяли Рэму еще одного соперника. Ну ладно, давай. Все должно было быть немного иначе. Мы задумали тест, сравнение. Сравнение хорошее, настоящее сравнение настоящих внедорожников. Должны были прорваться, прорываться, короче, по лесу 700 метров к секретному военному бункеру. Ну, собственно, проехали 20, и я пошел копать. Мы отправили на разведку Land Cruiser 80, который приподнят специально для внедорожных всяких историй. Собственно говоря, он проехал 20 метров и застрял. Он застрял намертво настолько, что теперь вся наша веселая съемочная группа полупается с лопатами. Что тут говорить? Мы что, мы раптер откапываем или рэм? Откапываем. Нет, мы откапываем кулзак. А это собачка. Снежок. Ты тут точно на брюхо сядешь. Для масштаба. Я вот присяду вот сюда, и получается как бы довольно интересненькая картина. Сами видите, яма, и, ну, блин, здесь очень глубоко. Я даже, я не могу дотянуться. Вот всего лишь снег вот... Блин, ну вот такой глубины посадил кулзака. Ну, это смешно. Блин, пока снег по колено, а оно уже не едет. Ну, это куром на смех. И эти люди кричат, что, блин, внедорожник вообще капец. Просто кулзак везде пройдет. Да здесь X3 пройдет. Да здесь девочки на Кашкай проедут. Смотри. Смотри. Да там ушатай подальше. Да. 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 но вот когда люди делают так я понимаю что впереди нас ждет нечто необычное здесь как раз шли французы выступление вот так же перемотанный скотчем чтобы не замерзнуть на паркетнике на своем тогда сгоняете узнаете что там впереди но собственно все ну что дальше идем хорошо что ты не успел расстаться с этим ландкрузер 80 дочь рэм ford raptor это все городские паркетники не хрен выёживаться ну в общем друзья пока что из истории сравнения внедорожников на внедорожье складывается история выкапывание одного единственного внедорожника все время но зато приключение как мы просто не думали что будет прям так грустно и прям так сразу но в общем у raptor есть проблему у него реально неправильный полноценный привод и собственно вот сколько он смог преодолеть и 700 метров поэтому вот это конечно все клево он конечно с лебедочками но толку то того что он метр проехал по снегу и от этих лебедочек короче у нас осталось реально только одна надежды вытащить застрявший круза и эта надежда зовется рэм он на обычной гражданской шипованной зимней резине то есть она не внедорожная да хорошего здесь явно не жди ну зачем он затормозил на ну о мой бог охренеть я хочу себе рэм интересные ребятки происходят вещи у нас здесь додж рэм выкидывая снег из-под колес и крича своим роскошным выхлопом борла пробрался сквозь вот эти жуткие колеи и уже находится от меня в двухста метрах там где мы посадили лэнд-крусер а за этой красивой надписью прячется пикничок да но этот пикничок видишь где то есть в принципе то мы сюда и на минике на двое могли то есть это столик который в теории может заехать просто чуть-чуть подальше чем обычная машина чуть-чуть подальше чем мини но в теории потому что как мы видели вот такие вот могучейшие крутые рычаги на которые дрочит один известный блогер астаман вот они даже такие вот надписи есть свт смотрите как круто для кого круто для американских реднеков видите в условиях нашей россии матушки эта машина не смогла печально я на самом деле все таки так чуть-чуть в душе болел за него я надеялся он хотя бы лучше чем грузак слушайте но я честно говоря очень за него болел потому что посмотрите как и какой у него звериный вид и выглядит он реально круче всех остальных все остальные выглядят по граждански просто обычно а этот выглядит мощно но только выглядит они уже посадили восьмидесятку но они все таки верят в двухсотку говорит пройдет причем мы верим в тойоту поэтому сейчас мы будем засаживать еще одну тойоту чтобы это была двойная победа раптора видимо какого раптора фу ты блин рэма уже все в голове перемешалось у нас опоздавший и последний но я думаю что не по значимости участник непростых испытаний внедорожников а зачем я рассказываю посмотрите всё и и и и и Понимаете, что произошло? Дело в том, что мы тут сказали Пустили слух, точнее слух сам расходится по окрестностям Что мы тут пинаем ленд-крузер Это лес падает? Тебя, брат, мы точно не вытащим, если что Господи, мужики, что происходит вообще, а? Присмотритесь к тому, что произошло Этот рэм настолько крутой, что он даже не захотел ехать вместе со всеми Он взял и сделал себе свою колею Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну в итоге мы добрались всем скопом И все машины более-менее как-то справились с поставленной задачей Сказать, что я в восторге, это ничего не сказать Мы должны были найти одну машину лучше ленд-крузера Но вместо этого мы нашли целых три машины лучше ленд-крузера Причем просто они жестко доминировали К сожалению, у нас есть очень крутой Raptor Я не буду скрывать Из всех машин он выглядит намного круче всех И поверьте, камера не передает то, как круто он выглядит Он просто охренительный внешне Он подъезжает, пачка отрицает Он очень круто выглядит И он охренительно звучит под тягой Наверное, звук его лучший Но, увы, я еще раз попрошу посмотреть Его внедорожные свойства даже не позволили его выставить по-человечески К сожалению, у Ford очень странный полный привод Но это не имеет значения Потому что он все равно лучше, чем крузак И все равно играючи справляется с препятствиями Которые этот парень почему-то не может преодолеть Хотя я не знаю, почему Ведь крузаки-то такие крутые внедорожники Ёлки-палки Они не ломаются Ну, только дымят и оставляют на сугробах жуткие черные пятна А победил-то у нас в итоге понятный штурм Причем, если вам нужна машина Которая не ломается и проезжает вообще везде И я понимаю, это звучит по-детски, по-ребячески Но вот это реально жесткий доминатор Это капец Вот эта штуковина просто перевернула мой мир Я не знаю, сколько она весит Наверное, стоит примерно столько же, сколько вот это строение Просто сидя на диване С собственным камином, плазмой и прочим Ты едешь там, где крузаки-восьмидесятки закапываются А восьмидесятка Я не знаю Я знаю только легенды про восьмидесятки Если честно, блин, мы за сегодняшний день ее откапывали раза четыре или пять А потом мы просто начали с ней, к ней относиться как кашкаю Очень аккуратно везде на ней ехать И после этого вроде бы она хоть как-то начала проезжать по колеям, которые пробил рэм Ну, в общем, вот такой вот итог Если вы ищете крузак, но не можете его найти Если вам нужна машина лучше, чем Toyota Land Cruiser Которая при этом стоит даже дешевле Вау! Или столько же То ваш выбор это Dodge Ram Авторевизора рекомендует Если какая-то из этих машин вас заинтересовала настолько, что вы бы хотели послушать авторитетный обзор на нее То пишите в комментариях, на какую именно машину мы можем взять любой из этих автомобилей И рассказать вам про него поподробнее Потому что, честно вам скажу, они заслуживают внимания Они реально очень интересные Там очень много всяких штучек, дрючек и прочего, на что можно обратить свое внимание и рассказать Поэтому пишите в комментариях, какая тачка вас заинтересовала Какой автомобиль соберет больше всего лайков в комментариях На тот мы запилим обзор Наверное Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok